Всем желаю доброго вечера. Пять часов показывают часы студийные. Меня зовут Надежда Савельева и это программа «Свой доктор». Мы работаем в прямом эфире. Это значит, что у вас есть возможность позвонить к нам, задать интересующие вопросы. Тем более, что темы мы обсуждаем очень важную. Сегодня будем говорить про инсульт, о том, как его распознать, что можно сделать до приезда скорой помощи, от чего вообще он происходит. И бывает ли, случается ли инсульт у детей. Тоже интересный вопрос. Звоните к нам, 22-60-11, телефон студии. И у нас замечательная гостья. Светлана Владимировна Фаренбру, главный внештатный невролог Минздрава Хакасии. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Очень рада видеть вас в нашей студии. Давно вас не было. Тема актуальная, тема важная. И хочется... Ну, для чего мы, собственно, собрались? Для того, чтобы профилактировать, чтобы у нас население было здоровое, чтобы как можно меньше инсультов было, чтобы их вообще не было. А для этого надо вообще знать, что это за, так скажем, как это правильно сказать, ну, не заболевание. Заболевание. Заболевание даже? Это заболевание. Ну, даже заболевание. Просто из-за того, что оно, например, случается, там, единый же и так далее, да, где-то повторно. Вот. Для этого надо, как говорится, знать врага в лицо. Для того, чтобы быть готовым. И, ну, всё нужно узнать от А до Я. Поэтому сегодня знакомимся с этим заболеванием, узнаем, как не допустить его. Ну, и, конечно же, как люди вообще восстанавливаются в период после инсульта. Светлана Димировна, скажите, самые распространённые нарушения работы мозга хочется узнать. Вы сказали, что эта неделя у нас посвящена, ну, как неделя... День. День? День. 22 июля, Всемирный День Мозга. Вот, собственно, да, дата не случайно выбрана вашего визита к нам. Да. 22 июля, действительно, Всемирный День Мозга, он отмечается во всем мире. Я прихожу, мне кажется, у меня уже даже нет костюмов, в которых стоило бы прийти, которые бы не поменялись. Они вот у меня всё уже одни и те же. Я прихожу с завидной регулярностью на все телеканалы говорить об одном и том же. И сегодня снова мы будем говорить об острых нарушениях мозгового кровообращения, но начнём с общего вопроса. Да, действительно, сегодня Всемирный День Мозга. Мозг у нас – это основной орган, который управляет всеми функциями организма, абсолютно всеми. От двигательной функции до мыслительной, до речи, даже эндокринными железами управляет головной мозг. И вот в Всемирный День Мозга можно сказать то, что заболеваний неврологических очень много разных. Заболевания есть молодого возраста, заболевания есть старшего возрастного периода. И заболевания, так как и вся нервная система, делятся на центральную нервную систему – это головной и спиной мозг. И периферическую – это все отходящие корешки, периферические нервы. Поэтому заболевания существуют, заболевания молодого возраста, такие как рассеянный склероз. Бывают острые воспалительные заболевания, независимо от возрастного периода. Менингиты, энцефалиты, полинейропатии, всякие разные. Есть заболевания, которые связаны с тем, что мы переработали какую-то мышцу, связку, и под ней ущемляется, сдавливается периферический нерв. Есть заболевания старшей возрастной группы. Это такие заболевания, как хроническая недостаточность мозгового кровообращения. Есть так называемые детерминированные заболевания, которые генетически предрасположенность есть к которым. Это такие, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Не 100%, но предрасположенность есть. И при определенных факторах риска оно может развиваться как спонтанное или как наследуемое в каких-либо случаях. То есть нервная система, она вообще огромная, она функциональная. И поэтому так смешно отправляют всех к невропатологу. В любом случае смешно. Потому что от начала до конца, когда не получается что-либо корректировать в плане заболеваний внутренних органов, говорят, это у вас всё от нервов. Но периферические нервы, нервные окончания есть в каждой точечке организма, в каждой клеточке организма. Почему смешно? Потому что когда приходит пациент и говорит, это же ваше. Мне сказали к неврологу, значит, это же ваше заболевание. Я говорю, ну вот было бы удивительно, если бы в какую-то часть организма нервный проводок с клеточкой не приходил. Конечно, он в любое место приходит. Поэтому и звучит эта фраза «все болезни от нервов». Но это не так на самом деле. И пришла я по серьёзному вопросу на сегодняшний день. Прямо вот реально обратиться к нашим жителям Хакасии, к жителям Абакана и всех территорий Республики Хакасии. Я на данном этапе жизни работаю в Алтайской районной больнице, и к Алтайским моим жителям, и ко всем, ко всем абсолютно. Вот для того, чтобы мы так часто не говорили об инсульте, надо его предотвращать. В первую очередь надо заниматься вот то, что называется первичная профилактика. Профилактика недопущения развития инсульта. Инсульт – это острая мозговая катастрофа. Она может быть как в головном мозге, так и в спинном мозге одинаково. То есть там, с чего я начала, где есть центральная нервная система. Если это происходит в результате закупорки сосуда, то это называется ишемический инсульт. Если сосуд порвался и кровь излилась, это называется геморрагический инсульт или кровоизлияние. Что в головной, что в спинной мозг. Из любого сосуда, который приходит в центральную нервную систему. И поэтому говорить надо, для того, чтобы мы достигли хороших, что значит хороших результатов. Чтобы мы не умирали, чтобы мы жили максимально долго и качественно. Вот для этого надо заниматься первичной профилактикой. А первичная профилактика – это профилактика факторов риска развития. Что инфаркта, что инсульта. Риски развития инфаркта, инсульта у нас одинаковые для всех людей. Это малоподвижный образ жизни. Это лишняя, излишняя масса тела. Это то, что называется абдоминальным ожирением. То есть с отложением жира в абдоминум, во внутренних органах, в животе, по-русски говоря. В брюшной полости. Это ожирение вокруг органов, вокруг печени, во внутренних органах отложение жира в брюшной полости. А как мы можем увидеть вот эти отложения? Во-первых, мы с вами должны следить за нашим индексом массы тела. Но это не все следят. Ну так это, я же почему и говорю, начиная с первичной профилактики. От возможностей здравоохранения зависит 10%. Мы должны заняться первичной профилактикой, для того, чтобы инсульты не случались. Мы должны следить за уровнем артериального давления. Сейчас гипертония, так же, как и инсульты детского возраста, гипертония встречается очень рано. 30 с небольшим лет – это уже есть признаки первой, второй стадии артериальной гипертонии, которые проявляются подъемами, периодическими подъемами давления, изменением на глазном дне, которое можно оценить, когда сосудики сужены или, наоборот, вены расширены. Это можно предотвратить. То есть, если мы лет в 30 уже будем понимать, что потребление соли в организме должно быть меньше, чем 5 граммов в сутки. Ну, 3 и еще меньше. Можно не солить. Мы получаем натрий с обычным приемом пищи, со всеми другими продуктами. Чтобы уменьшить животные жиры, чтобы у нас в рационе были фрукты, овощи, даже те, которые растут на нашей территории. Ну, вот сейчас. Вот это третий фактор риска – гиподинамия, ожирение, артериальная гипертония, плюс те факторы, которые можно изменить. Но нельзя изменить пол мужчины, более подверженные сосудистым заболеваниям, сердечно-сосудистым. Нельзя изменить возраст, с этим не поспоришь. Но отказаться или не начинать курить, употребление любых никотиносодержащих препаратов, отказаться или не начинать употреблять энергетики, алкогольные напитки – вот это те 5 факторов, которые мы точно можем предотвратить, чтобы у нас инсульт не состоялся. Что мы можем сказать по статистике инсультов в Хакасии? Почему же я и пришла-то? У нас хуже в этом году, чем в прошлом. Значимо хуже. У нас, вот знаете, в чём хорошо? Хороши достижения медицины по выявлению и быстрому оказанию помощи при остром нарушении мозгового кровообращения. И у нас увеличивается число выявленных инсультов. Оно увеличивается уже с 2012 года. То есть мы научились их видеть, даже те инсульты, которые проходят как малые инсульты, транзиторные атаки с хорошим восстановлением, лакунарные, то есть маленькие инсультики, которые не ведут большого, глубокого нарушения функции. Но вот если в прошлом году за этот период состояло 600 случаев инсульта, всех видов – ишемических, геморрагических, то в этом году 870 уже. Увеличилось количество – мы умеем выявлять. Мы тут же везём пациента на спиральную компьютерную томографию. Не всегда она показывает, но основной скрининг, то есть быстрое исследование, исключение – это мы делаем. У нас увеличилась смертность от инсультов. В сравнении с этим же периодом прошлого года – 179 было, в этом году за этот период – 245 умерших. То есть на 75 человек, на 76 человек получается больше. У нас увеличилась… Это просто невозможно. Увеличилась смертность от геморрагических инсультов, от кровоизлияний в мозг. Она увеличилась немного на 15 человек. Но в общей сложности, если посмотреть, то почти на 80 человек мы в этом году потеряли. Уже сейчас от острова нарушения больше, чем в прошлом. А и в прошлом мы теряли больше, чем средние показатели по Российской Федерации. Но понимаете, в чём дело? Вот даже если человек выжил, даже если он выжил, то он выживает всё равно с каким-то неврологическим дефицитом, нарушением какой-либо функции. У нас… И потом восстанавливаем мы их, восстанавливаем. И на это затрачиваются определённые усилия человека, усилия семьи, усилия медицины. Мы восстанавливаем. Но такие, чтобы вышли к работе, это 8-10%. Это вот мы их знаем, прямо и бережём от повторных инсультов. Но мы бережём. А человек должен сам себя беречь. Я в первую очередь хочу говорить и буду говорить всё время о первичной профилактике и о вторичной профилактике. Но вторичной уже, когда перенесли инсульт, перенесли, понятно, таблетки пьём регулярно. Ходим к терапевту, проходим диспансерные осмотры, диспансерные наблюдения системно. Следим за уровнем сахара, холестерина, уровнем артериального давления, частоты сердечных сокращений и следим за своей массой тела, чтобы она не набиралась. Я вас заболтаю. Скажите, правда, что инсульт помолодел? Мы об этом не раз уже говорили, но тем не менее это важно. Инсульт очень помолодел. У нас есть, видимо, всё-таки особенности сегодняшнего жизни, сегодняшнего поколения, даже в сравнении с концом 90-х годов прошлого века. Вот 90-е годы мы встречали артериальную гипертонию у людей старше 40-45 лет, 50 ближе. Сейчас у нас начальные стадии артериальной гипертонии формируются у молодых людей, начиная уже с 30-летнего возраста. Это связано с образом жизни, питанием, стрессами и так далее? Конечно, конечно. Это связано в первую очередь с интенсивностью жизни. Это связано с тем, что становится, ну, дай бог, если мы развернёмся в здоровый образ жизни, и будем каждый день ходить свои 10 тысяч шагов, ну, хотя бы 5 тысяч в комфортном темпе, потихонечку увеличивая эту нагрузку. То есть у нас сейчас гиподинамия очень значима. Хорошо, кто следит за своим образом жизни. У нас сейчас появилось много препаратов, допустим, определённые группы препаратов, гормональные, контрацептивные препараты, ещё другие виды препаратов, которые, ну, в определённой степени нарушают свёртываемость. То есть надо смотреть, не зря при применении гормональных оральных контрацептивов всегда контролируется уровень состояния сосудов нижних конечностей. То есть есть определённые те вещи, которые раньше, в прошлом веке не использовались. То есть не было нейроэнергетиков, не было гормональных контрацептивов, да, был активный физический труд, больше значимый, больше, чем сейчас. Ну, нету этого физического труда. Мы пришли к хорошим заменителям физического труда, там, стиральным машинкам и всему прочему. Ну, так значит, надо, мы должны сами, каждый внутри, придумать себе двигательную нагрузку, которая будет реализовывать тот запас калорий, которые в организме накапливаются. Спорт, например. Спорт, например. Ходьба, спорт, плавание, велосипед. Всё, что угодно, что вам комфортно. Это не должно быть насилие, это должно быть в комфортном ритме. Потому что, когда человек делает что-то регулярно, он рано или поздно к этому привыкнет, и нагрузка всё равно будет увеличиваться. Вот. Поэтому, конечно, в первую очередь, это комфортная ходьба, конечно, в первую очередь, это контроль употребления, ну, не использование, не употребление вредных веществ для организма, безусловно. Никакого алкоголя, никакого никотина, никаких вот этих вот вейпов и всего прочего. Отсюда гипертония ранняя формируется. Знаете, я всё время привожу пример такой из жизни. Приезжаю на работу, вижу, что стоит меня, ждёт девушка. Девушка стоит и курит. Девушка заходит, я прохожу в кабинет, девушка заходит на приём и говорит, у меня болит голова. Ну, вот всё понятно, кроме одного. Ну, никотин, уберите из жизни. Может быть, меньше будет голова болеть. Вот мы, пока мы не начнём контролировать себя и заставлять себя следить за своим образом жизни, никакая медицина ничего не победит. Мы будем усовершенствовать технологии, они у нас сейчас на высшем уровне в Республике Хакаси. Но в первую очередь нужна первичная профилактика. Это диспансерное наблюдение с осмотрами у участкового терапевта хотя бы один раз в год, заставить себя сходить это сделать, сделать электрокардиограмму, контролировать давление утро-вечер, ходить, правильно питаться. И тогда инсульта не случится. А если бы в то время, как вы говорите, когда у людей была хорошая двигательная активность, ну, насчёт питания не знаю, там, как, и в то время машинки, автоматы и так далее. Ну, то есть тех людей, которые были, активно работали, им вот облегчённую такую жизнь, как у нас сейчас. Ну, чтобы было интересно. Чтобы было интересно. Если бы попали в наше время, да, те люди? Смотрите, если даже вспомнить наших родителей, они ходили в спортзал, играли в волейбол. То есть, ну, в принципе, у них это было в крови, что надо постоянно двигаться и что-то делать. Они не могли сидеть. А сейчас нынешнее поколение в планшетах, в телевизорах, лежачий, сидячий образ жизни. У нас изменился, изменился действительно образ жизни, но не всё так плохо. Я вот периодически смотрю ваши передачи. Вот тут Денис Шпигальский, по-моему, выступал, как-то говорил о том, что вот эти вот компьютерные игры спортивные, они включают в себя часть занятий физической активностью. То есть, не только человек играет в компьютере, но при этом он ещё какое-то время проводит в спортзале. И я призываю вообще всех этим заниматься. Это сохранит нам здоровье и предотвратит развитие острого нарушения. Ну, и первичная профилактика – это основное. Ну, а уж если инсульт состоялся, какой бы то ни было, большой, малый, лакунарный, с большим дефектом, без большого дефекта, святое дело – контроль давления, контроль и поддержание нормального уровня холестерина. А для этого, если доктор сказал принимать таблетки, которые снижают уровень холестерина, значит, их нужно принимать. Потому что проконтролировать, влияет ли это, не влияет ли на какие-либо другие органы раз в три месяца, а потом раз в полгода, это система, и вас туда терапевт всегда отправит. То есть не должно быть опаски того, что я буду принимать статины, а вдруг со мной что-то случится. С вами случится, если вы не будете принимать статины. И эта вероятность уже доказана. Скажите, бывают ли инсульт у детей? Да. И в связи с чем, если это происходит? У детей бывают нарушения мозгового кровообращения. Чаще всего это геморрагические инсульты. Почему? И они тяжёлые. Любой геморрагический инсульт в 80% заканчивается плохо для человека. Просто крайне плохо. Это статистика. Почему случаются у детей инсульты? Чаще всего из-за аномалий развития сосудов. Есть наследуемая предрасположенность к развитию аневризм. То есть дефекта стеночки сосуда, который при повышенном давлении, при какой-то физической немотивированной нагрузке, если человек не знает, что у него есть это аневризм, она может порваться и происходит кровоизлияние в мозг. Если это кровоизлияние происходит где-то глубоко в структурах, небольшое, то человек может выжить. А если это задняя черепная ямка, мозжечок, ствол мозга, то летальный исход неизбежен. Это очень плохо. Но мы эти аневризмы умеем сейчас находить. Они были и раньше. Их просто не находили, только клинически когда-то где-то могли выявить. Сейчас мы их научились находить. И в холодном периоде, пока она не разорвалась, эту аневризму, нейрохирурги, рентген-эндоваскулярные хирурги, они её оперируют. Они её закрывают и всё. И в этом месте уже не порвётся сосуд, инсульта не случится. Но только нужно вовремя предположить, заподозрить, поискать. Ну, а в Хакасии есть случаи? Конечно. У детей? Ну, а по статистике, например? По статистике, сколько у детей в течение года случается, это, наверное, всё-таки вам с детскими неврологами надо поговорить. Но то, что эти случаи есть. И вот в данном полугодии уже были геморрагические инсульты у ребятишек. И ещё раз повторю, все геморрагические инсульты в 80% заканчиваются очень плохо. Потому что кровь – это агрессивная среда для организма. И когда кровь изливается, у нас в голове, в спину, мозге дополнительного пространства для дополнительного объёма чего-либо жидкости, нет. Возникает отёк мозга, и это, конечно, неблагоприятный прогностический признак. И мы всегда очень расстраиваемся, а ещё плохо, когда это у ребятишек, да и у взрослых точно так же. И больше всего сожалеешь, что почему вовремя не пришли и не пообследовали, почему не заподозрили, почему не подумали, что а вдруг там лучше исключить, вот лучше пять раз проверить. А у детей как профилактировать и как обследовать? Сначала выявлять. Ну, нетипичные головные боли. Ну, то есть будут какие-то признаки? Конечно, клинические проявления чего-либо. Нетипичные головные боли, периодически возникающие. То есть в любом случае головная боль, если она возникла впервые, если она не характерна для данного человека и не проводилась обследование, то исключить артериальные аневризмы и артериевенозные мальформации, то есть варианты развития сосудистой системы головного мозга, ну, это необходимо в первую очередь. То есть её всегда можно заподозрить, о ней всегда надо помнить, что она может быть. Если мы сделали обследование, а делается обследование не очень сложно, то есть максимально достоверное обследование – это спиральная компьютерная ангиография. То есть сосуды головы и шеи смотрят с контрастом и видят, где как кровь протекает, есть аневризмы, нет аневризм. Если есть и находятся такие аневризмы, то дальше у нас существует региональный сосудистый центр. Там работают рентген-эндоваскулярные хирурги. Они делают уточняющую методику, селективную, то есть именно этого сосуда контрастирования. И во время этой методики, если аневризмы находятся, то есть разные методы, рентген-эндоваскулярные, когда туда забивают такие спиральки, или нейрохирургические. Но это уже вопрос решения докторов тогда, когда она выявлена. Наша задача первая – заподозрить подозрение, ну, предположить подозрение на аневризму. И самое главное – не пропустить у себя, у родственников, у кого-либо, у близких. Это первые признаки инсульта. Вот я уже сказала, что первые признаки – это когда всё внезапно. Нетипичная головная боль, необычная, да? Впервые возникшее и нетипичное нарушение речи, которое впервые возникло, остро возникло, внезапное, а не менее или слабость половины тела, половины лица. Обычно острые нарушения у нас имеют, нервная система имеет перекрёстную иннервацию. И если это правое полушарие, то тогда не имеют левые конечности. Или слабость внезапно возникла в этих левых конечностях, она может пройти, она может пройти в течение суток, но ждать этого не надо. Потому что это так называемое, когда она прошла благополучно, закрылся маленький сосуд и тромб рассосался, называется транзиторная ишемическая атака. Она в течение 24 часов проходит самостоятельно, но мы не знаем в первые час, два, три пройдёт она или нет, если она не пройдёт. Соответственно, существует правило золотого часа. Вот как только у вас появились первые ощущения некомфортности, а не менее неловкости в руке, в ноге, а если по гемитипу в руке и в ноге одновременно и в лице, нарушение координации, нарушилось зрение внезапно остро на один глаз. Ведь такие же тромбозы бывают и в сетчатке глаза. Ну то есть и в почке, и в сетчатке. Когда это в головном мозге, мы видим это нарушением функции движения. Вот когда это вдруг появилось внезапно, мы в первую очередь максимально быстро должны вызвать скорую помощь. Вот опять же история ближайшего периода, абсолютно ближайшего. Мужчина возраста 50 плюс появилась первые сутки, появилось онемение лица, онемение нежной челюсти, но ещё слабости в руке, в ноге нет, и он пошёл на работу. Ну то есть онемело, но онемело. Инсульт, если инфаркт вызывает чувство страха у человека, страха смерти, то инсульт такого чувства не вызывает, если он развивается ишемически постепенно. Человек пошёл на работу, а на работе в период сна у него развилось нарушение, и потом он уже даже не мог вызвать скорую, дотянуться до ручки, до телефона и всё в таком духе. То есть мы должны быть насторожены в первую очередь к контролю за своими ощущениями. Светлана Зимировна, а можно такой вопрос? Да. Вот смотрите, вы, ну когда смотры проводите, я знаю, там надо рукой попасть и так далее, вы же обычно делаете какой-то вывод, например, был инсульт или нет. Конечно. Вот, к примеру, сейчас я сидя могу что-то вот выполнить, и вы, ну, не вставая. К примеру, ну, например, ну, бывают, у людей они перенервничают, и у них там, ну, или там что-то с проблемой со спиной, там одна рука не имеет. Ну, как правило, это не всегда сразу там, что инсульт, да, бывает, мы уже знаем, что у нас там что-нибудь, защемление в шее, что у нас рука не имеет. Или там перенервничали лицевые, там лицо тоже там может не иметь. Ну, к примеру, к вам приходят с жалобами, что вот у у меня рука там или лицо какая-то там левая, правая часть. Вот эта диагностика, она же помогает? Конечно. Вот, к примеру, мы сейчас можем сидя что-то, вы мне скажете, какое действие, да, сейчас? Да, мы сейчас всё с вами сделаем. Вот, давайте, я думаю, что... Мы сейчас поразнообразим наш эфир однозначно. Смотрите, существует такое правило, правило трёх заданий. На европейский вариант это называется фаст-тест. Лицо, рука, речь, тест. Вот. А и когда вдруг мы хотим проверить, есть острое нарушение, нет острого нарушения, что-то нам не нравится в поведении, не так родственник стал говорить, мы обязательно должны провести вот этот вот тест трёх заданий. Первое задание совершенно простое. Будьте добры, покажите, пожалуйста, зубы. Зубы показываем просто. Так я показываю, да? Ну, конечно. Конечно, и я показываю. А мы смотрим на симметричность. Одинаково. У нас абсолютной симметрии в природе нет. Не бывает, да. Но если вдруг одна половинка не отодвигается, щека висит, жевательные и мимические мышцы на лице, они самые крупные. И если они парализованы, то уже движения этого угла рта не будет абсолютно. Это если перенесли инсульт. Это если перенесли или если он сейчас возникает у нас. Вот если он возникает в данный момент, то есть в первый час. Я была на работе, я нервничала, стресс ситуация, а это выброс адреналина. У меня онемело лицо, и я хочу проверить, а не возникло ли у меня острого нарушения. Первое – это тест, покажите зубы, лицо. Ну, фаст в европейском варианте то же самое. Вторая проба – это проба поднятия и удерживания рук. Если человек лежит, то под углом 45 градусов, если мы сидим, то под углом 90 градусов. Так, вот мы 90, да? 5-10 секунд. Удержать надо, да? Да. То есть если человек не может, у него будет одна или вторая рука как-то? Там, где иннервации нет, какая-то рука будет опускаться. Прямо она будет западать? Ну, конечно, она слабее будет. Ну, когда мы работаем уже конкретно с пациентом, у нас много ещё своих мелких микросимптомов, но это то, что видно сразу. Вот. Это рука может вообще просто не подняться. То есть человек ещё может на вас преданно смотреть, и мы будем думать, что он понимает, о чём мы говорим, и в это время будут нарушения восприятия или произношения слов. Он может вообще руку не поднять, потому что она парализована, а может просто не понимать того, о чём мы ему говорим. То есть это корковое нарушение речи. И третье – это вот как раз нарушение речи. Когда мы спрашиваем человека, да, ну, может быть, он может не понимать. Ну, мы просим, подними, пожалуйста, руки. А он мне говорит, да ладно, и так хорошо. Ну, то есть вот, понимаете, он не понимает задание, он не понимает обращённую речь, это первое. Или он не может произнести слова. Это вот крупные признаки инсульта. Если он не может произнести, мы просим, скажите, пожалуйста, как вас зовут, да, вот вы на улице его встретили, но он лежит на улице. Как ваше имя? Он назвать не может. Или произносит с дефектами. Невнятно. Это третье – это нарушение речи. Вот это фаст-тест, который каждый из нас должен знать и первым делом проверять у себя, у близкого, если вдруг что-то с организмом не так. Но инсульты не всегда бывают. Это признаки проявления инсульта в полушариях. Но у нас есть затылочная доля, мозжечок, где в основном зрительные центры, теменная доля, где в основном чувствительные центры. И что их никак не проверить? В таких случаях мы должны быть насторожены в плане того, что выпало поле зрения. То есть не вижу квадратика справа, слева или с носовых сторон, с двух сторон. Это больше признаки задней мозговой артерии, затылочной доли. Человек может всё поднимать, и руки поднимаются. А когда его просишь достать пальцем нос, у него получается промахивание. Это нарушенная координация движения. Это мозжечок, который на СКТ головного мозга не всегда видно. То есть СКТ, ещё раз повторю, это быстрое скрининговое обследование, которое выявляет ишемический инсульт, геморрагический инсульт. Если на СКТ клиника есть, а на СКТ ещё в первые 4-6 часов нет картинки, показывающие, что клеточки мозга умерли, значит, они живы. И в таком случае, вот он, это наш золотой промежуток, первые 6 часов от момента первых проявлений, не от того, как мы скорую вызвали, а от первого проявления. Когда мы можем провести лечение, сделать тромболизис, если это ишемический инсульт, для этого сначала надо СКТ сделать, чтобы там крови не было, что это не кровоизлияние. То есть вот эти вот моменты все медицина может. Нам надо только, чтобы была ответная реакция, чтобы люди хотели и заботились о своём здоровье, о состоянии на сегодня. Вот это прям наболевшая ситуация у нас сегодня, потому что и по Абакану, и по другим территориям, когда начинаешь беседовать, а вот у меня там 5 дней назад было давление 200, у меня не имела рука, нога. И никуда не обратились. А я таблеточку выпила, дома полежала, у меня давление снизилось, а рука немеет. Скажите, что со мной, да? Ну вот и всё, ну конечно. Понимаете, а мы перенесли, допустим, один раз маленький, то, что я говорю, лакунарный, маленький участочек затрамбировался, второй раз маленький затрамбировался, третий раз, а дальше то, на что люди потом обижаются, когда говоришь, у вас хроническая мозговая сосудистая недостаточность, хроническая ишемия головного мозга. Ну раньше это называлось цереброваскулярная болезнь. В принципе один и тот же. И поэтому, а когда это возникает, хроническое состояние, у нас память страдает. У нас телефонный звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие люди мои. Я что хочу узнать, вот вам установили вот этот прибор, который для работы с детства предназначен. Как бы сейчас-то его можно вот все устанавливать, так что мне такой прибор вообще не назначает, и я его стерпеть не могу, потому что с ним нельзя ни танцевать, ни мыться, ни стучать, ни всего не делать. Как бы мне не давать такого прибора, не нужно мне он. Спасибо, Игорь. Холтер, я так поняла. Да, я тоже поняла, что это холтер. Это аппарат, который, если мы говорим о внешнем приборе, который вешается и одновременно измеряется, или артериальное давление, то это суточное мониторирование артериального давления. Или если мы говорим, что он устанавливается на сутки для того, чтобы записалась электрокардиограмма и выявить за сутки при каких-либо нагрузках, нарушении сердечного ритма, то это холтер ЭКГ. Но вопросы все-таки, если это на сутки, то мы про это говорим. А если мы говорим про электростимулятор, который в тех случаях устанавливается, но он внутрь устанавливается, тогда, когда есть нарушение сердечного ритма, когда есть редкий сердечный ритм, и нужно, чтобы было навязано извне, то это надо вопросы с кардиологами обсуждать. А что сделать, чтобы вам не установили? Но вообще у нас же силой ничего не делается, поэтому мы и призываем к тому, чтобы все-таки таблетки пить самостоятельно, давление контролировать. Это ваше право. Ну и точно так же проходить холтер. Если доктор говорит, что это надо сделать, значит, это надо сделать. Если это сказано сделать на сутки, ну уж как-то надо над собой усилие это принять. Все-таки сделать это за сутки, так за сутки. Это же поможет выявить нарушение сердечного ритма, которое является фактором риска развития инсульта. Друзья, 22-60-11, телефон нашей студии. Мы работаем в прямом эфире. Это программа «Свой доктор». Успевайте задать вопрос Светлане Владимировне Фаренбру, главный внештатный невролог Минздрава Хакасии. Сегодня говорим про инсульт. Самое главное, конечно, профилактировать его. Говорим о том, как предотвратить. Ну и, конечно же, как поступать, если вы обнаружили у себя странные признаки. Хотелось бы узнать. Я так поняла, что инсульт может случаться и повторно, судя по вашим лекциям, так скажем. В каком случае есть риск повторного возникновения инсульта? Значит, вот случилась, не дай бог, случилась мозговая катастрофа. Случился, допустим, ишемический инсульт. Мы пролечились. Мы провели реабилитационные мероприятия. Что значит реабилитационные мероприятия? Это значит, на каких-то аппаратах позанимались для того, чтобы восстановить силу, восстановить движение с периферии, поработали, чтобы заставить мозг работать. Эту зону. Или чтобы какие-либо другие зоны взяли на себя ответственность за эти действия в конечностях, допустим. И тут наступает этап системного контроля за своим состоянием и так называемая вторичная профилактика инсульта. У нас в Российской Федерации разработана программа вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она работает безукоризненно во всех территориях Республики Хакасия однозначно. То есть после перенесенного инфаркта и инсульта людям, тем которым требуется, назначаются препараты, профилактирующие повторное нарушение. Это препараты ряда статинов, может быть, какие-то препараты, которые восстанавливают или поддерживают сердечный ритм. Это препараты разных групп, которые помогают сохранять хорошую, реальную, рациональную свертываемость крови для того, чтобы не формировались дополнительные тромбозы. Это препараты, которые снижают уровень сахара, снижают уровень артериального давления. И в течение двух лет человеку, перенесшему острое нарушение, эти препараты выдаются бесплатно. Может быть, дальше эта программа будет и расширяться, и больше. Но что надо сделать, чтобы не было повторного? Не полениться сходить на осмотр к терапевту, как положено. Ежемесячно выписывать и получать эти препараты. У нас работает система выдачи бесплатных препаратов. Это основное. Ну и второе – всё-таки рационализировать свой образ жизни для того, чтобы второго инсульта не случилось. Каждое следующее острое нарушение, оно в 50% заканчивается летально. То есть, да, есть такое, что и 3, и 4 эпизода мозговых катастроф человек переносит. Да. Но каждое следующее, более инвалидизирующее и нормальной функционирующей нервной ткани головного мозга в день мозга становится всё меньше и меньше. А здоровый мозг говорит, сохрани меня, пожалуйста, я хочу ещё пожить. То есть, обязательно нужна вторичная профилактика. Чтобы не произошло повторного инсульта, мы должны регулярно принимать препараты, мы должны добиться нормализации биохимических показателей собственного организма, крови, и знать их. Во время спрашиваешь, вы статины принимаете? Принимаю. А какие? Не знаю. А какую дозу принимаете? Не знаю. А холестерин какой? Не знаю. Так вот это вот то, чего мы должны знать о себе в первую очередь. Какой у нас уровень сахара, какой у нас уровень холестерина был в течение трёх месяцев или полугода? Какое утром было артериальное давление, чтобы оно было нормальным, ниже, чем 140 на 90? Целевые цифры 120 на 80. Понятно, они не получаются всегда достигнуть, но они не выше, чем 140 на 90. Какой у нас пульс? Есть ли у нас нарушение сердечного ритма? То есть вот он холтер, который понадобится, с этим сходить к кардиологу, если вдруг надо будет. То есть вот это, чтобы предотвратить второй инсульт, надо провести вторичную профилактику и следить за собой. Люди, которые перенесли инсульты, их далее ограничивают в физических нагрузках? Вот после инфаркта знаешь, что да. Здесь тоже похожая схема. У нас телефонный звоночек примен. Да, похожая. Здравствуйте. Убавьте, пожалуйста, радиоприемник и телевизор. Вы в прямом эфире говорите. Скажите, пожалуйста, то участка детальщика идет, да, сончок, которые разбивали эти? Да, все верно. Вы можете задать вопрос Светлане Владимировне Фаренбрух. Светлана Владимировна, вы знаете, у меня, значит, астерин повышенный, и у меня прописано всегда РУС-20-1. Но у меня сейчас РУС-20-1 кончился, а у меня подруга, у нее 3-3 коробки было АТОР-1 статин. Можно ли мне заменить на РУС-20-1, на АТОР-1 статин перейдеть? Ну, вообще, конечно, нежелательно. Вообще нежелательно. Если у вас на одном препарате из статинов достигнуты нормальные цифры в пределах нормы, то есть меньше 5 общих холестерин и липопротеиды низкой плотности меньше, чем 1,5, если они у вас достигнуты, эти цифры, и при этом печень, функция печени, печёночная проба, АСТ, ЛТ тоже в пределах нормы, то лучше препарат не менять, но принимать его надо всю оставшуюся жизнь. Вопрос вот этой вот замены препаратов одного на другой. Если всё-таки любое лекарство, оно входит в обмен веществ, проходит 2-3 месяца, и лекарство начинает жить как биохимическое вещество организма внутри, при системном приёме. И менять большого смысла нет, поэтому, ну, к вопросу материальной экономии мне дали 3 стандарта, а потом 3 стандарта закончатся, и мы снова будем возвращать организм к розовостатину. Поэтому уж бог с ним, пусть оторвостатин кому-нибудь другому пригодится. Мы вернёмся, и вкратце у нас ещё столько вопросов, мы не успели обсудить, у нас остаётся меньше 18 минут. Немножко завершим тему всё-таки по физнагрузкам после перенесённого инсульта. Да, значит, точно так же, как и после инфаркта миокарда. Почему возникают эти нарушения? Потому что у человека возникает или внезапное, или системно уже сформированное нарушение сердечного ритма. Не бывает так, чтобы изолировано на фоне полного благополучия, без поражения сосудов сердца были поражены сосуды мозга, и наоборот. И поэтому физические нагрузки, они должны быть очень рациональными, максимально комфортными только. Соответственно, если мы восстанавливаем человека после острого нарушения мозгового кровообращения, мы всегда смотрим, нет ли у него аневризм в каких-либо местах, нет ли тромба в сосудах нижних конечностей, нет ли аневризм в сердце, насколько развита сердечная недостаточность. Проводится так называемый тест шестиминутной ходьбы, в котором изначально оценивается резервная возможность организма к физическим нагрузкам. Она проводится в начале реабилитационного процесса, по окончанию курса реабилитационного процесса, иногда в серединке, через 7-10 дней, для того, чтобы понимать, каким нагрузкам организм адаптирован. И любое занятие, оно должно быть только в рамках комфортности. Мы не люди спортивного профиля конкретно, мы не спортсмены, соответственно, нам нужно, чтобы любое занятие было комфортным, без перегрузки организма. А скажите, такой встречный вопрос про спортсменов у меня сразу породился. А почему ходят такие разговоры в народе, так скажем, что спортсмены, которые уже перестают заниматься спортом, у них давление высокое и риск гипертонии? Это действительно так? Ну, вот чтобы изолированы только люди, которые занимались спортом, а потом перестали заниматься спортом, такого нет. Надо сказать, что любой человек, который когда-то был физически активен, а потом он стал физически пассивен, у него однозначно будет подъем артериального давления. То есть если мы перестали реализовывать гормоны, ну, у нас адреналин – гормон стресса, это гормон бей-беги, по-русски говоря. Соответственно, если мы вдруг перестали реализовывать, значит, он где-то должен выплеснуться в другом месте, на надпочечниках, спровоцировать подъем артериального давления. А если у нас гормональный уровень был реализован за счет мышечной активности, то тогда никакого подъема артериального давления не будет. И как любой человек, если он вдруг перестал, он стал малоподвижным, ну, что значит, он перестал заниматься спортом? Ну, в любом случае, человек, который привык к физкультуре, он этой физкультурой будет заниматься всю жизнь. Это же его образ жизни. Ну, а если он стал этого делать меньше, то, естественно, подъем артериального давления будет больше. Но даже те, которые не занимались спортом и не были профессиональными спортсменами, тем более они начинают заболевать артериальной гипертонией, микроангиопатии, патологией мелких сосудов, по-русски говоря, значительно быстрее и больше, чем те люди, которые занимаются спортом. То есть спорт не вредит здоровью однозначно, когда он рационален. Но и для этого, собственно говоря, существует спортивная медицина и профилактирующие мероприятия для людей. У нас первая половина лета уже позади, экватор мы перешли, и довольно-таки жаркая погода была до плюс 36-38 у нас в Хакасе. Вот скажите, повлияло ли это на всплеск инсультов в этот период? Есть какие-то данные, как мы пережили это лето? Ну, еще не до конца, конечно, но вот этот вот период, как часто люди обращались, и влияет ли все-таки жара на возникновение инсультов? Влияет. По той простой причине, что в жаркий период, если мы употребляем меньше, чем требуется организму, жидкости, я имею в виду по простой воде, соответственно, кровь становится гуще. Если мы находимся на солнце, на жаре, и при этом резко происходит перепад температуры, жаркая, суша, холодная вода, это тоже вызывает ангиоспазм и тоже может быть провокация, что инсульта, что инфаркта. Но и перегрев организма, он всегда, у нас первые признаки солнечного удара, это что? Потеря сознания. Потому что… Это такая защитная реакция организма, да? Да нет, это спазм сосудопыток. Это уже спазм сам, да? Да, у нас сознание контролируется стволом головного мозга. Это получается микроспазм в стволе головного мозга. Это самое опасное, что можно быть. Потеря сознания в любом случае – это всегда эпизод недостаточного питания головного мозга. У нас головной мозг потребляет 25% кислорода, который поступает в организм. То есть, если вдруг жарко, душно, кислорода не хватает, не хватает кислороду мозга и мозгу, а ему надо 25% от общего потребления кислорода, ему надо 50% глюкозы от общего потребления. Также и питание, плохое питание, оно тоже провоцирует головокружение, общую слабость. Вот такие вот… То, что мы называем вегетативные состояния, это раздражение ствола головного мозга, где находятся сосудодвигательные, дыхательные центры. Какие рекомендации можем мы дать? Ещё лето у нас не закончилось. Жаркие дни наверняка будут, судя по прогнозу. Для того, чтобы не допустить инсульта во время жары, что нужно и воду. Понятно, что вы всегда говорите, в чистом виде надо пить. А если это будет минеральная вода? Но если люди не могут пить, если это будут морсики, они помогают, то всё равно же там жидкость есть, разжижать кровь или всё-таки пьём, стараемся чистую воду? Всё-таки пьём чистую воду, потому что минеральная вода со всякими прочими добавками, она не всегда… То есть организму и так тяжело, а ему ещё надо дополнительные вещества перерабатывать. Но я больше хочу обратиться к нашему людям с так называемым моего возраста, с той группы, когда мы уже не всегда ходим на работу, а больше проводим время в летний период где-нибудь на даче, в огороде, вниз головой. Вот, пожалуйста, поберегите себя. Это очень плохое состояние. Этого делать нельзя ни в коем случае, особенно в жару. Потому что мало того, что сосуды уже с возрастом становятся менее эластичными и меньше отвечают на нагрузку. Они или сужаются, или расширяются. У них вот эта эластичность утрачивается. У всех сосудов. Что головного мозга, что почек, что сердца, что периферических тканей. А когда мы в жару ещё начинаем работать, да ещё в наклон, я вроде бы не на жаре, я в 10 пошла, полежала, отдохнула, а организм уже отдыхает в период, когда жарко, и он полноценно отдохнуть не может. Конечно, надо себя поберечь. Надо быть всё-таки в тенёчке. Это первое. Второе. Ну, щадить, полюбить себя, в конце концов. Ну, не нужно делать усилий, заставлять себя в данный момент, часами, да, побеждать эту траву или ещё что-то. Ну, совершенно ни к чему. Можно просто навредить себе, а трава, она как росла, так и будет. Это было до нас, после нас, и в любое другое время. Поэтому надо быть в тенёчке, надо пить достаточный объём жидкости, надо прогуливаться в ранние утренние часы, в поздние вечерние часы, если не темно, естественно, чтобы там не споткнуться, не упасть, ничего себе не сломать. Вот. А в период, когда жарко, не зря вся Европа, у них это называется фиеста, они тихо и спокойненько, с двух до четырёх дня, закрываются все магазины, закрываются все рабочие помещения, люди жару переносят, сидя, попивая водичку, а в утреннее и вечернее время они работают. И мы так должны, не надо ничего делать в жаркий период времени. Но у нас чаще обращались в эти жаркие дни, то есть скорую вызывание и так далее? Дело в том, что у нас чаще обращаются именно в летний период, и в период, ну, там больше всяких геморрагических, осложнений и прочее, в период всяких праздничных дней, до и послепраздничный период. Ну, и летний период тоже. Вот по инсультам всё-таки летний период имеет большее значение. У нас остаётся меньше восьми минут. Вопросов ещё много осталось. Я вот думаю, чтобы нам с вами ещё, наверное, как-то уже закругляться, надо и подытожить. Ну, по профилактике инсульта. Мы уже говорили, может быть, немножко сакцентировали внимание, да? Первичная профилактика – это сохранение здорового образа жизни, исключение алкоголя, никотина, повышение физической активности, контроль артериального давления, частоты сердечных сокращений, контроль уровня сахара, холестерина. Это первичная профилактика. Недопущение развития острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта точно так же. Вторичная профилактика – это тогда, когда инсульт уже состоялся. Вот в этом случае мы обязаны пить таблетки, которые выписывает участковый терапевт, посещать диспансерную, диспансеризацию и диспансерные осмотры. Вот диспансеризацию мы должны проводить с вами, и вы, и я, ну, я надеюсь, что мы ходим, потому что я точно хожу. Вот, в обязательном порядке. Раз в год мы должны пройти и посмотреть свою биохимию, электрокардиограмму, состояние кишечника. То есть вот это вот всё надо проверить. Общие анализы крови. Вторичная профилактика – это когда мы каждые три месяца, каждые полгода по приглашению доктора, участкового терапевта, а лучше самостоятельно, по собственной инициативе. Я знаю, я перенесла инсульт. Раз в полгода давайте посмотрим мои анализы. Давайте посмотрим мою электрокардиограмму. Давайте посмотрим, то я принимаю или не то. Достигнут у меня уровень артериального давления. Я пришла к вам с дневничком. Посмотрите, пожалуйста. Вот давление у меня утром такое, в обед такое, вечером такое. Пульс тоже. Мне достаточно этой дозы препарата? То есть это должна быть заинтересованность каждого человека в сохранении здоровья. Мы сколько ни боремся, мы пытаемся спасти уже тогда, когда вот возникли первые признаки. Появилось ощущение чего-то дискомфорта в организме. Не ленитесь, не бойтесь вызвать скорую помощь. Не надо её бояться. Мы же с вами как-то на эфире разговаривали, по-моему, с вами, о том, что у нас люди до последнего тянут и не обращаются. И, по-моему, вы говорили, что у нас бесплатная медицина, а люди не пользуются ею. А за рубежом, где-то в Европе, что у них пройти те же самые обследования, которые он... Ну, как бы сейчас не хаяли наши поликлиники и так далее. Но, тем не менее, стандартный объём мы можем. Сдать кровь, вот это всё посмотреть. Если потом, ну, к примеру, я смотрела, что назначает терапевт, какие анализы. И потом я сравнивала, сколько стоит в платной клинике, в той же самой, куда отправляет поликлиника. Ну, то есть у них же заключён между... Ну, там, договор, как это правильно, да? Дело в том, что вот эти анализы, они выйдут, ну, в копеечку. Вот как бы не ругались сейчас, все и не ворчали на нашу медицину, но, тем не менее, мы же можем хотя бы вот этим минимальным перечнем воспользоваться, делать кардиограмму, попросить у участкового терапевта анализы. Вот я прихожу, и у меня очень замечательный доктор, я сама говорю, что можно я вот это назначить, и это, и это. Он очень хорошее, всегда без проблем не откажет. И всё. И потом уже смотрят, и мне уже спокойно, я знаю, мне там, этот, этот, этот анализ. А если бы я пошла в эту же самую клинику за свой счёт сдавать, ну, там действительно в копеечку вышло бы. Понимаете, в чём дело? Нам это сейчас всё доступно, а только требуется наша инициатива. Это называется активная позиция в отношении собственного здоровья вот в первую очередь должна быть. И, естественно, с участковым терапевтом, это основной доктор каждого из нас, должно быть достигнуто терапевтическое сотрудничество. Это не значит, что вот, ну, требую и всё здесь и сейчас. Это значит, надо услышать доктора, потому что доктор никогда не отойдёт от клинических рекомендаций. То, что положено по клиническим рекомендациям, вам всегда сделают в рамках клинических рекомендаций. Диспансерный осмотр, ну, это наша задача прийти. Нас уже приглашают, а мы не хотим приходить. Понимаете, уже медсёстры по домам, по адресам ходят, оставляют записочки, будьте добры, приглашения, смс-ками расшиваются. И причём очередь небольшая. Её практически нет. Ну, вот я делаю это регулярно в Абаканско-городской поликлинике. Там пустые коридоры практически. Системно. Это совершенно спокойно можно сделать. Но у нас очень много хорошего, адекватного населения. Я знаю людей старшей возрастной категории, которые собираются по два, по три человека. Всё, мы на этой неделе проходим диспансеризацию. Вот это пример. Пример активного поддержания здорового состояния своего организма. Тогда инсульта не будет. У нас эфирное время заканчивается. Меньше минут остается. Слава Надировна, спасибо, что пришли к нам. Мне очень хочется верить, что вот это вот обсуждение, все те вещи, которые вы рассказывали, что мы достучались до людей, что всё-таки, ну, не будут лениться и не будут скептически относиться к нашим больницам, так скажем, бесплатным поликлиникам и так далее. И запишутся к врачу, сходят на диспансеризацию, поинтересуются состояние организма и мы можем предотвратить инсульт. Спасибо, что пришли к нам. У нас время заканчивается. Не переключайтесь, друзья, оставайтесь с нами. Всем всего хорошего. Я специально для этого и пришла. я очень хочу, чтобы услышали.